Всем привет, с вами Ирина Корнева, вы смотрите очередной мой выпуск, и сегодня вместе с дворцом шейха я хочу ответить на небольшой вопрос, так как у меня совсем мало времени. Итак, спрашиваю Сергея Лиза Live. Сергей Лиза спрашивает следующее. Здравствуйте, Ирина, все видео информативно, а есть ли у вас видео, где можно посмотреть, как вы работаете, ведущий на банкете? Поехали! Ребят, у меня, знаете, скажу честно, у меня таких видео практически нет, в силу того, что я работаю уже, когда работаю на банкете, я сама себя снимать не могу. Просить у операторов, чтобы они меня снимали, делать промо, честно, мне кажется, это немножко изжило себя уже, и, знаете, вот, когда делают ребята промо-ведущие, вот вы посмотрите, какие промо-ведущие обычно, да, то есть это там какие-то танцующие люди и ведущие с микрофоном, как все весело. Я считаю, что до тех пор, пока человек сам лично не увидит, как работает ведущий, он никогда в жизни по видео не поймет, как на самом деле человек, как работает на самом деле ведущий. Во-первых, потому что, когда молодожены смотрят это на экране, они находятся в такой довольно спокойной обстановке, то есть они там находятся где-то дома, и когда они видят, что там кто-то прыгает, скачет, танцует, веселится, у них складывается впечатление, типа, ну что, я вообще не пойму, что они так веселятся-то? Ну вот согласитесь, да, а когда вы сами находитесь вот в этой атмосфере, когда все прыгают, веселятся, и вы пронизываетесь вот этим вот весельем, у вас немножко другое отношение к этому, и вам кажется, что, слушайте, как круто вообще, как вот весело. Поэтому я не делаю промо, поэтому я не, ну я просто не хочу однотипных, я могла бы сделать такое же однотипное промо, как делают все, там, какие все веселые люди, там, и так далее, я ходящая с микрофоном. Я просто этого не хочу, я считаю, что главное, что должно цеплять в ведущим, это его чувство юмора, его умение говорить, и там дикция, и умение общаться с людьми, умение вот просто импровизировать. И если вы просто даже вот в повседневной жизни, да, видите, что человек умеет говорить, человек может пошутить, человек там может общаться, да, спокойно, может задавать вопросы, может шутить над какими-то ответами, то, наверное, это главный показатель того, что человек, в принципе, наверное, сможет работать и на банкете, и на банкете это будет не хуже, как минимум. И по поводу наполнения программы, здесь уже просто все обсуждается с молодоженами, потому что все молодожены разные, кто-то хочет, чтобы была какая-то классическая программа, кто-то хочет, чтобы программа была не классическая, чтобы было что-то такое интересное, например, современная какая-то программа. Поэтому вот эта вот штука, да, как работает ведущий на мероприятии, наполнение зависит от молодоженов, что хочется молодоженам обычно, А всё остальное, импровизация, чувство юмора и умение говорить, это должно быть, наверное, врождённо. Если ты этого делать не умеешь, то ведущий ты вряд ли будешь очень хорошим. Вот такой у меня получился для вас ответ. Именно поэтому, в общем, я объясняю ещё раз, у меня нет видео на банкете. Ну, как-то нет у меня, в общем-то. Если хотите, могу пригласить вас на какую-нибудь свадьбу, на свадьбу. Посмотрите, как я работаю. Всего хорошего, дорогие Сергей Лиза Лайф. Надеюсь, что это видео было, ну, по крайней мере, я смогла ответить на ваш вопрос. Вряд ли оно было, наверное, очень полезным, но, по крайней мере, может быть, я смогла ответить на ваш вопрос. Напоминаю, что встречаемся мы с вами каждый вторник, четверг, иногда ещё и по субботам. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новых видео. Всего хорошего и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok